Назвать вещи своими именами в России началась Великая депрессия Экономика Экономический кризис 6 января 10-11 Назвать вещи своими именами В России началась Великая депрессия Проблема нищенских доходов населения страны для Кремля в 2020 году становится самой главной Мария Бесчастная комментария в просмотров 17892 Фото, Михаил Терещенко, ТАСС материал комментируют Владимир Рожанковский 15 января президент Российской Федерации Владимир Путин огласит в столичном манеже очередное послание Федеральному Собранию Выслушайте основополагающие идеи главы государства Как обычно, будут приглашены члены правительства Председатели-заместители председателя Конституционного Суда РФ Глава Верховного Суда Генеральный прокурор Руководитель Следственного Комитета РФ Председатель ЦИК РФ Глава счетной палаты Члены Госсовета РФ И главы основных конфессий Словом, все как всегда Необычно другое Несмотря на то, что до мероприятия остается еще 10 дней Президент вдруг уже раскрыл основные детали послания По словам Владимира Путина, в обращении он поднимет проблемы снижения реальных располагаемых доходов россиян, преодоление бедности в стране и уменьшение числа граждан, которым приходится жить на доходы на уровне минимальной зарплаты Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения, сказал глава государства в интервью ТАСС Читайте так же Пенсионная реформа, у Минска, как и Москвы, денег на стариков не осталось Повышение пенсионного возраста в братском государстве идет уже три года, но пенсии растут В прошлом году оглашение послания состоялось в феврале Примечательно, что тогда документ был больше посвящен не социальным, а оборонным вопросам Так, президент представил новейшие вооружения страны стратегический ракетный комплекс «Сармаат», авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», а также подводный беспилотный аппарат Однако сейчас, похоже, достижения в военно-технической сфере гораздо меньше интересуют среднестатистического россиянина, чем снижение его собственных доходов Напомним, что, несмотря на номинальный рост зарплат, реально располагаемые доходы граждан постоянно снижались с 2014 года В 2019 году, по предварительным оценкам, они могут впервые вырасти на 0,2 в опросительный знак 0,8% Но Ростат еще не представил официальные данные на сей счет Представители экономического блока правительства, в том числе глава мэр Максим Орешкин, объясняли этот феномен ростом закредитованности населения Несмотря на увеличение зарплат, существенные суммы гражданам, мол, приходится отдавать на обслуживание кредитов В связи с этим в 2019 году Центральным банком была проделана большая работа по сокращению выдачи необеспеченных займов Однако у процесса есть обратная сторона Без кредитов падает покупательная способность населения К тому же, старые займы все равно нужно продолжать отдавать О том, что доходы россиян слишком низкие, говорят уже не только сами граждане или представители общественных организаций Но и те, от кого этого меньше всего можно было ожидать Так, 1 января миллиардер, президент группы компаний, Crackers Group, Араса Галлоров в интервью Forbes Пожаловался на бедность россиян, которая не дает увеличивать ВВП страны и доходы предприятий Доходы населения сейчас очень низкие, а увеличение ВВП без увеличения доходов населения в принципе невозможно, заявила Галлоров По его словам, средняя пенсия в России составляет около 200 долларов Размер средней заработной платы также невысок Увеличение производства в таком случае становится невозможным Поскольку произведенные товары не обеспечиваются платежеспособным спросом Согласно данным Федерального агентства Гастатистики, число граждан России, имеющих доход ниже прожиточного минимума, выросло на 100 вопросительный знак 000 человек в первые 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года Бедными были признаны 19,2 миллиона человек или 13,1% численности населения страны Вопрос в том, сможет ли предложить президент Федеральному собранию что-то, что поможет исправить ситуацию с реальными доходами населения, которые пока что не вернулись даже на уровень 2013 года Первый вариант продолжат постепенно индексировать зарплаты и пенсии и надеяться на низкую инфляцию и ускорение темпов роста экономики благодаря нацпроектам Однако даже по самым оптимистичным прогнозам в 2020 году ВВП вырастет не больше, чем на 2%, а по пессимистичным, отранхикс, и вовсе только на 0,9 вопросительный знак 1,1% Такими темпами рост доходов и дальше обречен оставаться мизерным Еще один вариант улучшить ситуацию с доходами населения распечатать общероссийскую кубышку Возможно, именно об этом президент сообщит в послании По закону сверхдоходы от продажи нефти, которые сейчас аккумулируются в фонде национального благосостояния, можно начинать тратить, когда их объем превысит 7% от ВВП Номинально это уже произошло в конце 2019 года и объем ФНБ на 1 декабря составил 7,95 ТРЛН рублей, или 124,001 миллиарда долл То есть 7,3% ВВП Однако в законе речь идет только о ликвидной части средств, а без учета уже сделанных инвестиций остаток ФНБ составил только 5,8% Несмотря на это, к концу 2020 года и ликвидная часть фонда превысят 8,5% ВВП, поэтому их точно можно будет потратить Вопрос в том на что именно Споры в правительстве продолжаются довольно давно, и рассматриваются два основных варианта вложений за рубежом, чтобы не подстегнуть инфляцию в России Или же инвестировать в собственную страну, но с привлечением частного капитала В МЭР предлагают вложить в экономику 1 триллион рублей за 3 года Причем с таким расчетом, чтобы на каждый государственный рубль приходилось 4 вопросительный знак 5 рублей частных инвестиций А вот о том, чтобы пустить указанные гигантские средства на социальные расходы, речи пока не шло И таких предложений на официальном уровне не слышно Хотя нужно помнить, что изначально едва ли не главная функция ФНБ заключалась в стабилизации пенсионного фонда И она до сих пор остается актуальной Например, в 2018 году самой крупной тратой ФНБ стало как раз финансирование дефицита пенсионного фонда на 1,1 ТРЛН рубль Эксперт Международного финансового центра, ЛИФА Владимир Рожанковский считает, что для улучшения ситуации с доходами населения не обязательно даже распечатывать ФНБ Пенсионная реформа, Госдума заменит пенсии почетными грамотами А Силуанов предложил увеличить пенсии до 500 тысяч рублей в месяц Но, с другой стороны, мы видим, что государство предпринимало попытки увеличить доходы в бюджет за счет увеличения фискальной нагрузки Это происходило на фоне того, что доходы населения не просто не росли, они и так падали Что было прямым следствием ухудшения социально-экономической ситуации и положения бизнеса В том числе из-за санкций Получается, что государство постоянно увеличивает доходы в госбюджет, но не в силах полностью его расходовать Это противоречие очевидно уже всем Не знаю, на чем будет строить президент свое послание Федеральному собранию, но в этой сфере необходимо навести порядок Если средства не израсходованы, а часть проектов утратила свое значение, деньги не должны быть направлены в различные резервные фонды У тех фондов другие источники пополнения Мы привыкли к тому, что резервные фонды у нас это самое главное для страны А доходы населения и потребительский спрос считаются вторичными Все, что в России не израсходовано, откладывают на плохие времена, на будущее То же самое может произойти и в этот раз, потому что финансовые власти заявят, что если такие суммы разом пустить в экономику, это приведет к росту инфляции СП, а это не так? В условиях, когда люди не в состоянии реализовать базовые нужды, живут от зарплаты до зарплаты, не так Сейчас малейшая неисправность бытовой техники, автомобиля, необходимость совершить более-менее крупную трату приводит к одному человеку Идет брать кредит в банк Профессор Катасонов, что такой пузырь ВВП цифрами можно жонглировать долго, но жизнь не обманешь Конечно, если пустить этот триллион рублей на субсидирование ценников в магазине, сделать так, чтобы молоко стоило не 60, а 40 рублей за литр это вызовет инфляцию Но если дополнительные деньги пущены на товары, которые в принципе у нас перестали продаваться, мы увидим совсем другую картину СП, например, на какие товары? Люди ремонтируют холодильники, стиральные машины и почти не покупают новые товары этих категорий Ездят на БУ-резине Не случайно крупные магазины бытовой техники регулярно проводят акции по утилизации оборудования Сдай старый телевизор, немного доплати и получишь новый Они ведь не дураки Просто понимают, что таким образом могут хоть как-то стимулировать людей избавиться от барахла и купить новые товары В том числе и те, что производятся в России Ведь многие позиции той же бытовой техники собирают в нашей стране Людям необходим стимул для повышения покупательного спроса, который очень нужен для отечественной промышленности Она без этого спроса задыхается А ведь это наукоемкая продукция с увеличенной добавленной стоимостью А мы все время ориентируемся только на пищевую продукцию Поэтому, по моему мнению, неизрасходованные бюджетные средства необходимо направлять на стимулирование внутреннего спроса И если это делать правильно, не заниматься просто раздачей денег А субсидированием спроса, инфляции не будет Не знаю, о чем будет говорить президент В атаку на Донбасс Киев бросает телевизор Житель Эмиль ДНР Зеленский велел показать образ идеальной Украины Чтобы прозрели и покаялись потребительский спрос основа любой экономики мира СП, может ли президент объявить о каких-то шагах в этом направлении? Конечно, послание Федеральному Собранию это не прямая линия, где есть вопросы и ответы Но все люди говорят об этом неизрасходованном триллионе Например, мне эту новость цитировал даже водитель такси Даже если наш президент не будет об этом говорить Это не значит, что бедствующие люди про триллион забыли Весь год государство собирало с нас деньги НДС Увеличение пенни за просрочку коммунальных платежей Снижение порога дорожных штрафов Бюджет наполняют дополнительными средствами за наш счет И, естественно, людям хотелось бы, чтобы часть этих денег к ним вернулась Если даже в послании речь об этом не зайдет Сама эта проблема никуда не исчезнет А в это время известный экономист, эксперт деловой России Владислав Жуковский В интервью «Бизнес онлайн» заявил Главный экономический итог 2019 года СП Продолжающиеся падения уровня и качества жизни населения Продолжающийся рост бедности и нищеты Если мы посмотрим на данные Ростата То окажется, что сегодня 40% граждан страны имеют доходы ниже 20 тысяч рублей в месяц То есть меньше 10 долларов в сутки Это уровень жизни примерно как в Зимбабве, Мозамбике, где-нибудь в экваториальной Гвине То есть у нас 60 миллионов человек живут как африканцы где-то южнее сахары Только тем не нужно покупать себе шарфы, шапки-ушанки, обувь, платить за ЖКХ А нам еще подобное надо делать И 60 миллионов человек это по большому счету африканская бедность Выяснилось, что каждый третий россиянин не может купить себе сезонную пару обуви Так как на это просто нет денег Оказалось, что у 62% россиян вообще нет сбережений Они живут от получки до получки, от пенсии до пенсии Не имея возможности отложить на черный день Потому что все деньги уходят на продукты, коммуналку, медикаменты и проезд И самое ужасно прекрасное, что, по данным того же Ростата Сегодня 26% всех детей, каждый четвертый ребенок в России Живут в нищих семьях, где доходы членов ниже прожиточного минимума Значит, у нас каждый четвертый ребенок в России нищий В сельской местности таковых 46% Если мы говорим про многодетные семьи, где больше трех детей Так их там 52% Это приговор Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому